Ученые возможно разгадали секрет сигналов из космоса. В первых числах января новый революционный телескоп в Канаде зафиксировал 13 сигналов из глубокого космоса. Значит ли это, что мы не одиноки во Вселенной? Давайте выясним вместе. Но сначала подпишитесь на наш канал и включите оповещение, чтобы быть в курсе всех ежедневных новинок от Эдми. В начале этого года появились невероятные новости. Астрономам удалось зафиксировать 13 быстрых радиовсплесков из глубокого космоса. Но самый удивительный аспект этого открытия заключается в том, что один из этих 13 импульсов является очень необычным повторяющимся сигналом. Его источник находится примерно в полутора миллионах световых лет от Земли. Ученые продолжают дискутировать о происхождении этого сигнала. Но уже существует несколько теорий, которые приоткрывают завесу таинственных радиопосланий. Но давайте начнем с самого начала. А вернее, с самых быстрых радиовсплесков. Эти сигналы – один из самых необычных феноменов Вселенной. Такие единичные радиоимпульсы приходят из-за пределов нашей галактики. Млечный путь. Каждый всплеск длится всего несколько миллисекунд. Впервые радиовсплеск был зарегистрирован в 2007 году. Астрономы, изучавшие архивы радиотелескопа обсерватории Паркса в Восточной Австралии, не ожидали обнаружить нечто столь любопытное. Они искали новые нейтронные звезды, но вместо этого получили информацию о совершенно новом феномене. Это был быстрый радиовсплеск, записанный в 2001 году. С тех пор астрономы обнаружили информацию еще о шести источниках радиосигналов в архивах телескопа Паркса. И один всплеск был найден в архивах телескопа обсерватории Аресиба в Пуэрте-Рико. А в январе 2015 года ученые впервые стали свидетелями быстрого радиовсплеска в режиме реального времени. Это произошло в обсерватории Паркса. Астрономы считают, что ежедневно происходит более тысячи таких всплесков, но только некоторые из них регистрируются телескопами. Однако вскоре эта ситуация может кардинально измениться. В августе 2017 года было закончено строительство телескопа CHIME. Это аббревиатура Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Так что лучше мы будем говорить просто CHIME. Этот революционный телескоп находится в доминьонской астрофизической обсерватории в Британской Колумбии в Канаде. У телескопа CHIME нет подвижных частей. Он создан, чтобы искать следы водорода — самого распространенного химического элемента во Вселенной. Это поможет ученым лучше понять темную энергию, которая ускоряет расширение Вселенной. Новейший телескоп состоит из четырех девяносто-метровых полуцилиндрических антенн. Эти антенны сканируют видимую часть неба круглосуточно. Телескоп регистрирует частоты в диапазоне от 400 до 800 МГц и имеет широкий обзор более чем в 200 градусов. Поэтому телескоп CHIME станет незаменимым устройством для обнаружения быстрых радиовсплесков. И именно этот аппарат зарегистрировал новые сигналы. Астрономы надеются, что телескоп будет записывать более 12 радиовсплесков в день. Это стало возможным благодаря углу обзора CHIME, который позволяет наблюдать за обширным участком неба. А как только ученые начнут получать больше информации об этих загадочных сигналах, они, возможно, смогут определить их природу. Давайте вернемся к тем 13 быстрым радиовсплескам, которые зарегистрировал телескоп CHIME. Интересно, что их радиочастота была самой низкой из всех уже зарегистрированных сигналов. Более того, эти всплески ярче всех предыдущих. Ученые предположили, что низкая частота может зависеть от окружающей среды источника сигналов. И хотя последние радиовсплески, скорее всего, покрыли такое же расстояние до Земли, что и остальные, они могут меняться, проходя через плазму или раскаленный газ. Таким образом, эти 13 всплесков, возможно, возникли в нестабильных регионах соседних галактик, например, рядом с черной дырой или с остатком сверхновой высокой плотности. Но подождите, есть еще одна тайна, связанная с этими новыми всплесками. Структура постоянно повторяющегося быстрого радиовсплеска сильно напоминает FRB-121102. Другого повторяющегося зарегистрированного учеными сигнала. В то же время новый всплеск намного ярче предыдущего. Возможно, дело в расстоянии, потому что он на полтора миллиарда световых лет ближе. К сожалению, в настоящее время исследователи могут только наблюдать за регионом галактики, откуда поступают сигналы с помощью телескопа Чайм и других радиотелескопов. Сначала им нужно выяснить, исходят ли быстрые радиосигналы от нового космического объекта или от разных. Исследователи возлагают большие надежды на телескоп Чайм, потому что он смог обнаружить новые всплески, даже не задействовав все свои возможности. Поэтому ученые с нетерпением ожидают, когда телескоп заработает на полную мощность, и они смогут получить больше информации. К настоящему моменту астрономы еще не пришли к заключению относительно происхождения быстрых радиовсплесков. Но существует несколько следующих теорий. Столкновение звезд Одной из причин возникновения быстрых радиовсплесков может быть столкновение двух нейтронных звезд. Шри Харштендулкар, астроном из Университета Могила в Монреале, Канада, уверен, что это самое разумное объяснение. В то же время оно подходит только для единичного радиосигнала. Когда звезды сталкиваются, они прекращают свое существование, и поэтому повторных радиовсплесек быть не может. С другой стороны, большинство быстрых радиовсплесков, зарегистрированных в последние годы, были единичными. Затем они просто исчезали. Но как объяснить последние и повторяющиеся всплески? Возможно, у них совсем другая история. Черная дыра Многие астрономы поддерживают теорию черной дыры как источника возникновения быстрых радиовсплесков. Некоторые считают, что быстрые радиовсплески — это результат попадания нейтронной звезды в черную дыру. Другие полагают, что они возникают, когда в черную дыру ударяет темная материя. Еще одна теория утверждает, что при взрыве черная дыра издает быстрый радиовсплеск. Эти теории имеют смысл, когда знаешь, что у электромагнитных волн, которые создаются радиосигналами, есть свой уникальный рисунок. А еще это означает, что они могли прийти из места с сильнейшим магнитным полем. А такие участки пространства обычно находятся рядом с большими черными дырами, например, такими, которые расположены в центрах галактик. Вращающаяся нейтронная звезда Также есть группа ученых, которые считают, что источником быстрых радиовсплесков могут быть вращающиеся нейтронные звезды. Джейсон Хессел, ассистент-профессор в Амстердамском университете, поддерживает эту теорию. Он утверждает, что источником вспышек может быть вращающаяся нейтронная звезда. Она может находиться в пространстве с высокой магнитной активностью, например, рядом с черной дырой, которая засасывает пыль и газ, и от этого растет. К сожалению, ученые не могут определить, какие физические законы производят такие активные радиовсплески. Блицар Блицар — это сверхмассивная нейтронная звезда. От гравитационного коллапса в черную дыру звезду удерживают центробежные силы. Однако, когда она превращается в черную дыру, этот процесс теоретически может создавать быстрые радиовсплески, но в таком случае сигнал будет единичным. Инопланетная цивилизация Если у единичного радиоимпульса есть естественное объяснение, то природу повторяющегося сигнала некоторые ученые объясняют инопланетной цивилизацией. И таким образом они считают, что это доказательство внеземной жизни. В то же время Ингрид Стерс, астрофизик из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, утверждает, что это маловероятно. Дело в том, что подобные сигналы приходят из разных направлений. А это означает, что их источники находятся в разных галактиках. Доктор Стерс уверена, что вряд ли у разных инопланетных цивилизаций, расположенных в миллиардах световых лет друг от друга, будут одинаковые сигналы. И даже если бы были, они бы не использовали их одинаково. Именно по этой причине она считает эту теорию несостоятельной. А какое объяснение кажется вам наиболее вероятным? Напишите свои мысли в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.